Сегодняшнее моё выступление нацелено на то, чтобы немножко поглубже обсудить те проблемы, вопросы, перед которыми стоит Евросоюз сегодня. И я бы хотел разделить моё выступление на раз, два, три, четыре части. Это очень коротко, косы такой краткий курс по базисным данным насчёт Евросоюза. Те, которые слышали меня раньше, узнают в этом. Но это очень коротко. Потом, перед какими проблемами стоит Евросоюз сегодня, или как сейчас принято более модно, более оптимистически по-американски говорить, не о проблемах, а о вызовах. Вызов – это веселее как-то, и более героически. А проблемы – это такое минорное, депрессивное. И какие вырисовываются возможные реформы, чтобы справиться с этими разными проблемами. Ну, вы же знаете, наверное, что ЕС – это такая уникальная конструкция гибридного характера. Это и союз отдельных государств, которые на межправительственном уровне решают разные. Таких организаций много. Валютный банк, Мировой банк, Валютный фонд, ОСР в Париже и так далее. Но и элементы федеральной конструкции. Я не буду входить в эту структуру. Она на самом деле довольно сложная. Вы можете прочитать Википедию про нее. Это одна из проблем ЕС, что вот эта структура, она сама очень сложная. И обыкновенному гражданину трудно понять, кто решил что, кто ответственный за то, что было принято или решено. Но это касается базовой данной. Потом надо помнить, что себя представляет Евросоюз в смысле населения и экономики. Население – это 500 с лишним миллионов. Если или когда Великобритания выйдет из Евросоюза, так называемый Brexit, то Евросоюз потеряет 65 миллионов граждан. Но там такая каша сейчас в Лондоне, что неизвестно. Но поднимаются сейчас все же какие-то голоса за, уже серьезные голоса за то, чтобы провести второй референдум. Но мы видим на глазах это очень специфическое разложение английской верхушки. Немножко напоминает о том, что было в 30-х годах до Черчилля. Воловой национальный продукт примерно составляет сегодня пятую долю всемирного ВНП. Там есть разные подсчеты. Во всяком случае, этот очень точный министр финансов Федеральной Республики Германии сказал, что мы в ЕС больше в этом измерении, чем Соединенные Штаты и Китай. В отношении к России, то ВНП примерно в 10 раз больше, чем... Там можно тоже по разным методикам рассчитывать. Ну, примерно так вот. ЕС прошел с 2007 года серьезный финансовый кризис, как и остальной мир. Но к тому прибавился специфика, те эффекты, которые усугубили финансовый кризис, которые вызваны конструкцией еврозоны. И это привело к стагнации почти в течение 10 лет. Сейчас мы видим подъемы опять в последние годы, но на уровне 2-2,5% в лучшем случае. Но остается безработица на скандально высоком уровне многих, в особенно южных странах, вот как здесь в Греции, например, и отток компетентной молодежи в другие страны и так далее. Остается тоже факт, что одна из проблем – это высокая задолженность, она остается. Но я вернусь к этому. Но, с другой стороны, ЕС – это самая крупная единица в мировой торговле. И в определенных ситуациях это положение можно пользоваться для того, чтобы нажимать на тех явлениях, которые нам не нравятся. Например, тот факт, что большие супер, большие американские предприятия почти не платят никаких налогов, когда они работают, я имею в виду эти технические, Apple, Amazon и так далее. И там можно использовать именно сплоченность ЕС в области торговли. Надо не забыть, что, несмотря на все эти проблемы, страны ЕС прочно находятся среди первых 50 стран по этому индексу человеческого гуманного развития – Human Development Index. И там, если сравнить, то Россия находится на 49-м месте. Ну, конечно, для определения положения ЕС надо посмотреть и на оборону. По разным подсчетам считается, что в совокупности страны ЕС тратят примерно 200 миллиардов евро на оборону ежегодно. И это, ну, по крайней мере, в два, если не в три раза больше, чем на это тратит Россия. Но, надо сказать, эти затраты, они мало или недостаточно координированы. Мало готовности сейчас это повышается, но улучшается. Но, например, если такой пример, в Германии шесть подводных лодок в Балтике. Ни одна из них не в состоянии выйти в море. Нет экипажа, нет разных запасных частей и так далее. Так что здесь длительный период планирования обороны было под влиянием общего понятия, что в Европе больше угроз нет. И главным образом надо действовать, некоторые действовали вместе с американцами в Ираке, другие, в том числе в Швеции, в Афганистане, но под руководством ООН и так далее. Но здесь идет повышение расходов. Остается софт-пауэр, касается идеологического влияния Европы. Несмотря на все кризисы и так далее, остается факт, что Евросоюз в общем, теперь за некоторыми исключениями на Востоке, является плотной опорой для демократии, для свободы, плюрализма. И это объясняет, конечно, наряду с уровнем благосостояния тот факт, что в Европу многие хотят въехать в ЕС. Но это общий фон. Перехожу к вызовам. И здесь, конечно, в первую очередь то, что уделяется очень много внимания, которое занимает большую роль в политическом разговоре, это миграция, волна беженцев. В 2015 году хлынула волна, вот, один миллион в Германию. И в Германии сколько населения? Вот, именно. И Меркель тогда сказала, знаменито, «Вершафенес», мы справимся с этим. Однако, проблемы возникли довольно серьезные. На душу населению, конечно, мы можем хвастаться, чтобы мы значительно больше приняли беженцев в Швецию, чем в Германии. 163 тысячи на население в 10 миллионов. Это вызвало, конечно, реакции разные, ну, кстати, реальные трудности устроить жилье, занятость, в первую очередь, места в школах и так далее и тому подобное. И это привело к тому, что режим принятия беженцев стал более жестким. Были заключены договоры, надо сказать, морально тяжелого характера. Например, это, если откровенно говорить, взятку, которую заплатили Турции, чтобы они прикрыли границу, чтобы и тем самым этот поток, который шел из Сирии. Если сделать короткое такое политическое отступление от главного текста, то хочу высказать мое видение, что вот в поколении 30-х годов Мюнхен и, главным образом, договор Молотова-Риббентропа, это был, как сказать, начальный выстрел, который открыл цепочную реакцию, которая привела к Второй мировой войне и так далее. И для нашего поколения, я считаю, что вторжение Соединенных Штатов в Ирак играет примерно такую же роль. Это первый шаг, который потом вызывает целую цепочную реакцию, в том числе и развитие в Сирии. В Сирии там не совсем было получено и до этого, но это усугубилось вмешательство разных сторон, как в Ирак, так и в Сирии. И из этого вот это вызвало этот совершенно с гуманной точки зрения вполне понятный поток людей, которые спасались просто от ужасов. Это вот перед этим вот стоит Европа сегодня. И к этой иракской, сирийской, сирийскому источнику беженцев. Еще примкнули из Афганистана, афганцы и из Африки, через Ливию, через Марокко. Ну вот были эти сделки с Турцией, договоренность с Египтом и с Ливией, где держат этих бедных беженцев в условиях просто рабства, там идут аукционы, продаются люди рабами и так далее. Это полный ужас. Теперь, сегодня вот этот поток снизился на 90%, так что это только довольно незначительный поток идет. Но как политический вопрос, как злоба дня, эта миграция остается важным вызовом для ЕС. Как справиться это социально, экономически и так далее. И в рамках переговоров на уровне ЕС, то, естественно, Италия, Греция, Испания требуют, чтобы мы солидарно поделились этими беженцами. Но Швеция сделала свое, как сказать. Другие страны, которые не принимают или не приняли беженцев. Главным образом, восточные наши партнеры. И Польша, это группа, Вышеградская группа, где вообще беженцев очень мало, но ни за что не хотят, чтобы приезжали эти главным образом мусульмане или, тем хуже, еще из Африки. Там это длинный вопрос, почему это так. Я думаю, это и религия нет. Вот чехи, они вообще атеисты, поляки католики и так далее. Может быть, это еще отклики от турецкой угрозы в конце XVII века, осада Вены и так далее. Но есть такие представления, что несколько тысяч человек угрожают государству, культуре и так далее. И там категорически отвергают эти квоты. Те, которые принимают, вот Италия, новое правительство жестко уже проводит политику, когда они не принимают эти корабли, эти пароходы, которые доставляют беженцев, спасают беженцев в море. И вот Испания, новое правительство, там более либеральное или гуманное, принимает некоторых. Этот вопрос остается очень спорным в рамках ЕС. Второй вызов на это ваш старый знакомый, Еврозона. Теперь, в данный момент, таких прямых кризисов нет, но остается несбалансирование внутри еврозоны. И главным образом сейчас люди боятся за Италию, потому что итальянский государственный долг очень высок. И вообще, в результате всех мер и политики за 10 лет уровень долгов не снизился в среднем. И сейчас конъюнтура довольно благоприятна, сравнительно. Но если будет еще какой-то финансовый казус или вообще конъюнтура понизится, то как будет тем более слабым нашим коллегам в еврозоне, то есть членам еврозоны. Швеция, слава богу, не входит в еврозону. Здесь есть идея, как это касается реформировать, но я вернусь к этому. Потом мы все с вами стоим перед серьезными вызовами, проблемами с климатом, всем известным. Это тепличный эффект. Здесь ЕС играет очень прогрессивную роль. ЕС был решающим фактором при достижении Парижского договора. Проблема в том, что господин Трамп решил, что Соединенные Штаты выйдут из этого договора. И львы, а не вышли. И надо добавить, что и внутри ЕС есть разные уровни амбиции. Те, у которых существенные интересы в старых технологиях. Например, Германия, что касается автомашин и автоиндустрии, промышленности, они хотят помедленнее проводить ограничения выбросов в атмосферу. Также Польша, которая очень зависит, все еще зависит от угля, они тормозят. В то время как те, которые менее зависимы от этих углеводородов, то там политика более амбициозна. Ну и, конечно, туда можно причислить скандинавские страны. Еще область, где вызовы большие, это безопасность, оборона на Востоке. То есть аннексия Крыма, война, которая ведется в Украине и война в Сирии. Это, можно сказать, что ЕС проглотила войну с Грузией, проглотила аннексию Абхазии, Осетии, Южной. И, наверное, могли бы жить так-сяк с Крымом. Но война в Донбассе, Луганске, и в сочетании с этим, с катастрофой с Боингом, это привело к другой политике со стороны ЕС, которая выражается в принятии решения о санкциях. Несмотря на разногласия внутри ЕС, где есть те, которые более-менее с пониманием относятся к политике Кремля, то эти решения принимаются и продолжаются без всяких дискуссий. И они принимаются на полгода и продолжаются. И надо сказать, что, конечно, то, что этот порядок, те договоры, которые были подписаны, что они попрались и не соблюдаются, это возбудило волну требований повышения оборонных расходов. Но, что касается политики безопасности, у ЕС тоже проблемы на западном направлении. То есть, позиция, если вообще о позициях можно говорить, господина Трампа, потому что он такой подвижной, но его вообще высказывания в адрес как НАТО, так ЕС, открыто, кстати, враждебные высказывания вызвали большую озабоченность. Стоит ли гарантия, стоят или действуют ли еще гарантии Соединенных Штатов, этот параграф пятый в договоре НАТО, действительен ли он или нет, вызвал большую озабоченность. С другой стороны, можно наблюдать о том, что делается, потому что в реальном измерении не твиттер из белого двума, а и не выступления какие-то более или менее странные, но реальные, что делается в смысле военных ресурсов и так далее, то Соединенные Штаты возвращаются не в большом масштабе, но возвращаются в Европу. НАТО начало базирование очень символических частей, но в Прибалтии, где, естественно, боятся, что те высказания некоторых российских политиков о том, что там достаточно одних суток, чтобы захватить все это, это вызывает тревогу. И НАТО, как сказать, центрально, наверное, не предвидит агрессию со стороны России, но для успокоения вот ставят эти такие символические преграды в размере там 4 тысяч солдат. Это все символика, это не реальные военные силы, но это имеет место. Можно сказать, что в Соединенные Штаты проводят две политики. Одно риторическое на уровне Трампа, второе реальное, которое в исполнении генерала Мэттиса, министра обороны, на котором мы все надеемся, потому что он сказал, что на моем дежурстве Третьей мировой войны не будет, в то время как президент угрожает ядерными своими ракетами и так далее. Ну, и сейчас, конечно, на повестке дня очень важны отношения с Ираном, где все, кроме Соединенных Штатов, придерживаются договора об ограничении развития ядерных мощностей в Иране. А Соединенные Штаты вышли и сейчас угрожают всем, которые будут торговать с Ираном с санкциями не только против Ирана, напротив тех, которые торгуют с ними. Здесь видно ограниченную суверенность ЕС, потому что Соединенные Штаты контролируют, более-менее контролируют мировую финансовую систему. И сейчас посмотрим. Идет дискуссия в Брюсселе вместе с Россией и Китаем о том, чтобы создать какую-то бартерную систему, где доллар не будет использоваться, или вообще банковская система, а будут какие-то вот, как в Советском Союзе. Вот я тебе поставляю там 10 тонн угля, а ты мне 10 жигулей и так далее. Но я боюсь, что это, даже если сработает, то это будет видно, и тогда Трамп придумает еще что-нибудь. Следующее, очень важное, менее драматичное, но все же очень важная область, это торговая политика, протестационистское повышение или внесение пошлин в адрес ЕС некоторых отраслей металлургии и Китая. И теперь идет гонка вооружений там между Соединенными Штатами и Китаем в этой области. Здесь опять Китай, Россия и ЕС на одной стороне, против этого господина Трампа. Еще область, где трудности в самой ЕС, это, как я уже намекнул об этом, это ну, противостояние, трение между Западом и некоторыми восточными странами насчет наших скреп просто принципов демократии, открытости, либеральной демократии, правового государства. Против этого ставит, ну, главный идеолог здесь это господин Орбан, который выдвигает превосходство и либеральной демократии, то есть управляемой им же. И это привело к тому, что Европарламент проголосовал за то, чтобы запустили процедуру по седьмой статье нашей как бы Конституции о том, чтобы убрать как у Венгрии, как и у Польши право голосовать в Евросоюзе. Это маловероятно пройдет, потому что в этом Совете сидят и не только такое решение должно быть единогласным. И поскольку они участвуют в этом голосовании и эти две страны, то этого и не получится. Но это будет отражаться, уже отражается на реальной дискуссии насчет бюджета в рамках ЕС. Но надо сказать, что Трамп, несмотря на прямые отрицательные эффекты его политики на ЕС, он все же принес один положительный эффект, это он сплочил ЕС. Поддержка ЕС повысилась среди населения и вообще страны тоже консолидировались. Так что здесь два деятеля существенно помогли развивать ЕС в области торговой политики и оборонной политики это Трамп и господин Путин с востока и с запада. Но потом последнее и совсем тоже абсурдное явление это Brexit, где совсем непонятно что будет. Может быть они просто выпрыгнут без договора и так далее и тогда будут большие трудности для Великобритании. Но сейчас наконец Лейбор как-то начинают говорить о новом референдуме, чтобы народ смог проголосовать, хотят ли они того договора, о котором будет договоренность или не хотят. Но еще это рано, хотя мало времени осталось до марта 2019 года. что третья касаясь глава реформы. Какие реформы? Вот после Brexit эти немножко под шоком действующие лидеры наши встретились в Братиславе и потом эта дискуссия была продолжена в декларации в Риме, когда праздновали 60-летие римской декларации, то в передний план выдвинули вопросы, которые важны для граждан непосредственно. Это внутренняя и внешняя безопасность, миграционная проблема и социально-экономическое развитие в общих счетах. Вот это приоритеты. Но то, что ясно, что никто из лидеров сейчас не готов выдвигать такие реформы, которые потребовали еще новую референдуму в странах ЕС, потому что боятся повторения того, что было в последние разы, когда эти предложения терпели крах. Главным образом, когда предложили нам Конституцию, и она провалилась не где-то в периферии, а во Франции и в Голландии. ее переделали в договор Лиссабонский, но в принципе это одно и то же. Но теперь боятся референдуму, потому что боятся, что народ не поймет своего авангарда. Здесь за последние годы высказываются разные предложения, более-менее фантастические со стороны Евросоюза, Евросовета. Или даже эти пять президента написали длинный список реформ, главным образом, что касается еврозоны, которые бы шли прямо, прямо против интересов Германии. Вообще интересный вопрос, как думают люди, которые сидят в Брюсселе и не учитывают реалии, социоэкономические реалии в главной стране. это никто, просто они написали и предложили, и потом тишина. Потом Юнкер высказывал разные планы, последний раз он предложил даже целое меню разных амбиций, то есть продолжать как сейчас, все более тесно, углублять интеграцию и по убывающей только концентрироваться на внутренний рынок, на четыре свободы и не развивать более амбициозных проектов. Но то, что уже до Макрона началось, это в области обороны и внешней политики, где координация внешней политики и обороны, это был такой сюжет для разговоров, комитетов и так далее, но мало реалия в этом. Как я вам объяснял, внешняя политика ЕС состоит из двух частей суммарно. Это политика ЕС, то есть Брюссель, это служба внешней деятельности, action, и с другой стороны суммарное влияние отдельных стран. Но и там вообще в особенности со стороны Великобритании, но и со стороны например Швеции особенного энтузиазма, если так мягко выразиться, в отношении координации здесь не было. Но после выхода или объявления выхода Великобритании из ЕС вот эта работа была запущена, активизирована и тоже так называемый Песку, это постоянное сотрудничество в области обороны, развитие совместного командного центра и развитие разных проектов по сотрудничеству. Главным образом конечно же здесь амбиции как и раньше были, сейчас высказываются опять о том, чтобы координировать закупки оборудования. оборонное оборудование. Потому что это все раздроблено, французы делают свое, англичане свое, немцы свое. Здесь работа идет, конечно ничего такого, что меняет картину от этого я считаю не приходит ожидать. потому что главный здесь это НАТО. Ну вот, был избран Макрон, я не знаю, вы может быть видели, когда была инаугурация, он выступал перед Лувром и вместо Марсельези проиграли вот Бетховена из Девятой Симфонии, это гимн Евросоюза. Это был очень такой сильный сигнал об его амбициях не только поменять политику Франции в отношении ЕС, но поднять весь Евросоюз и под лозунгом либо мы меняемся, либо мы вообще уходим из истории и главное главный его лозунг это Ле Робки протеж Европа, которая защищает защищает не только в военном смысле, но защищает что касается социоэкономических условий занятости и так далее. И для этого у него была очень амбициозная программа реформ в области обороны естественно совместная армия и главная реформа еврозоны. Для того, чтобы стабилизировать еврозону по этому его проекту нужен большой бюджет в порядке 4-5 процентов ВНП, чтобы там был резерв который буфер который можно было использовать при разных кризисах главным образом для слабых стран там совместно министр финансов вообще интересно как он представляет люди идут там работают как-то выживают и их мечта ох все было бы хорошо если бы был бы министр финансов Евросоюза ну вот и еще усовершенствование так называемого банковского союза с гарантиями вкладчиков все это было очень воспринято как новая инициатива новый дух и естественно положительность с точки зрения что кто-то хотел взяться за большие вопросы за эти вызовы однако же однако же франция не решает все в Евросоюзе такое было несколько десятилетий тому назад когда когда германия соглашалась на то что французы предлагали в Брюсселе все говорили там по-французски и так далее сегодня это по-другому главный главным касается действующим лицом это Германия в Евросоюзе и у Меркель как вы знаете это осторожная дама она иногда она очень дерзкая вот с иммигрантами так же с решением вдруг ни с того ни с сего решить закрыть все все атомные станции но касается вообще ее метод работы это постепенность и осторожность да они высказали в Берлине положительные сигналы благодарны за за Макронский энтузиазм но совершенно ясно было что это такого большого бюджета под которым конечно немцы видят они сразу видят кто будет платить отвечать за этот бюджет ну можете посмотреть вокруг себя кто может только одна страна Германия опять они считают что они уже столько заплатили в рамках кризиса еврозоны другое дело что то что они платили это шло в немецкие и французские банки это драма еврозоны что у разных частей этой зоны совершенно различные понимания реальности вот немецкое немецкие предложения что касается консолидации еврозоны это держаться к тому что вы подписали бюджетная дисциплина отвечать за за то что вы делаете и постепенность так что даже со стороны германии которая вот считается что диез не продвигается без без этого тандема германии и франции даже внутри этого тандема нет большой сильной энергии и и тот факт что в германии заняли довольно видную позицию афд альтернативы для германии и так же вообще разные течения внутри христианского социального союза то есть партии меркель где не так много энтузиастов вот переводить еще денег еще суверенность в Брюссель все это привело к тому что сегодня Макрон довольно довольно одинок и к тому еще организовалась вот в перспективе того что Великобритания выходит из ЕС которые всегда англичане стояли за ну как бы за за постепенность за разум и так далее то то как вы знаете природа ненавидит вакуум создалась такая группировка Ганза 2.0 голландцы образовали такую группу малышей малых стран туда входят три балтийские государства Финляндия Швеция Дания и Ирландия вообще помимо Литвы и Ирландии все протестантские страны вот что стоит на на повестке не сегодня это это следующая бюджетная перспектива на на 21 по 27 годы и там будет жесткие жесткие битвы между между разными интересами лоббисты агросектора и лоббисты регионального перераспределения это сегодня это 70 свыше 70 процентов бюджета они будут отстаивать свои позиции как можно сильнее и с другой стороны те которые платят то есть мы на севере мы не хотим увеличивать бюджет еврокомиссия предложила увеличить бюджет на на 10 процентов то есть от 1 процента до 1 и 11 десятых мы стоим за за то чтобы бюджет не увеличился и тот факт что Великобритания уходит и с собой берет примерно 16 процентов бюджета это это не подлежит компенсированию и к тому еще выдвигаются условия если мы будем продолжать финансировать в невероятных масштабах Венгрию и Польшу то тогда вы должны выполнять те условия под которыми вы вошли въезд что касается свобода слова правового государства и так далее так что здесь будет очень интересный динамический процесс этих переговоров но если так подвести очень в телеграммном виде выводы естественно Евросоюз относительно в своей роли в мире в целом будет снижаться темпы роста в других частях выше это аритметический такой результат необходимый там наша демография тоже не положительно тот положительный импульс который миграция могла бы дать она вот тормозится сейчас нашей политикой и в этой ситуации главным касать опоры для всей конструкции это не Брюссель а это Берлин Берлин это я бы сказал единственная страна которая полностью чувствует ответственность за целое она длинная дискуссия вообще Германия в внешнеполитическом плане старалась сделать себя сжать как тише и ниже возможного чтобы из-за истории и так далее теперь в связи с воссоединением ее экономической силой ее роли в веса в вес она не может избегать брать ответственность поэтому она в отличие например от Макрона она или политики там заботятся о целом если читать Макрона его речи это просто литература это наслаждение это ритория французская риторика на самом высоком уровне это почти как Деголь его французский язык но я читал наверное четыре часа читал четыре большие речи его там он только в одном части предложения в одной из этих четырех фундаментальных речей называют россии и это насчет западных балканов что там надо нам надо быть активными а то турция и россия там продвинуть свои позиции а вообще так как будто россии нет зато там средиземное море там африка и все такое с другой стороны вот в нашей части европы то то в польше главным образом и в прибалтийских странах и скандинави там конечно россия очень присутствует к сожалению в отрицательном смысле то есть в качестве мнимой или реальной военной угрозы германия старается вот принимать в учет все все эти разные периферии и даже если вы прочитаете невероятный документ коалицион сфертрак договора коалиции нынешняя 160 страниц где этот христианский союз и эти в Баварии и СПД социал-домаштаты написали свою программу для совместного правления страной там все детально но там не только положительные сигналы в отношении в отношении ЕС но и целые страницы объявлений ну не о любви но об добрососедстве развития всего того и третьего с Польшей в то время когда Польша ну более-менее образно говоря плюет в лицо Германии постоянно так что очень много будет решаться тем что 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 решат в Германии и слава богу в Германии сейчас это стабильная демократия несмотря на АФД и это демократия которая стоит на наших вот основных скрепах надо сказать спасибо за внимание спасибо спасибо спасибо